Приветствую вас и полагаю, что такая информация, как обозначение вашего мужчины, неуверенным в себе, человеком с комплексом неполноценности вас не успокоит. Ну, для начала давайте попробуем все-таки понять, почему мужчина интересуется вашим прошлым. Что в этом прошлом такого, что заставляет его раз за разом в нем копаться? А такое в нем то, что мужчина сомневается в себе, боится, что вы будете ему изменять и всячески хочет это пресечь. По сути он желает вас полностью себе подчинить, чтобы вы были целиком от него зависимы, чтобы вы были всегда с ним, чтобы он видел вас и чтобы вы не могли ступить из шага без его ведомства. Расчеты или плохо решат вам, мы здесь не для того, чтобы вас осуждать или ваш выбор. Вы совершенно очевидно пишите, что вы не хотите этого мужчину терять. Если вы хорошо представляете себе, что это за человек, и как с ним себя вести, и что делать, а также представляете себе, в каком направлении будут развиваться ваши отношения, и вас целиком и полностью это устраивает, то в таком случае тогда ответ на вопрос, как вам поступить, будет звучать исходя из принципов восстановления доверия, то есть из принципа максимальной прозрачности отношений. Давайте спросим себя, что нужно для того, чтобы отношения были наиболее прозрачными, наиболее доверительными, наиболее искренними и крепкими. Нужно правду сказать обо всем, что хочет ваш мужчина узнать. Потому что, если он докапывается до правды, то он будет докапываться до нее до тех пор, пока не узнает ее всю. И соответственно лучше для вас будет, если вы скажете ему все как есть, пусть это и не очень лицеприятная правда, но где-то было до него, до ваших отношений, и соответственно он не может осуждать вас за то, что вы делали, когда не были с ним знакомы. И если вы скажете ему все как есть, он проверит и подтвердит, то это будет означать доверие между вами. Ведь у него будет факт, прецедент, согласно которому то, что вы говорите соответствует действительности. И в следующий раз велика вероятность того, что когда такая ситуация возникнет и если она возникнет, мужчина вероятно не станет проверять ваши слова, что и будет означать началом доверия. Именно доверие важно в отношениях, если вы не хотите этого человека потерять, то будете делать все, чтобы это доверие сохранить. К сожалению, доверие невозможно без правды, и потому вам необходимо рассказать ему все как есть. И вот тогда, тогда вы можете рассчитывать на то, что мужчина с вами останется и будет продолжать быть в отношениях. Но, повторюсь еще раз, прежде чем решать, говорить ли ему все как есть, обязательно подумайте над тем, а хотите ли вы такого мужчину, который будет вас подчинять. Если да, то сомнений нет, есть только один способ для того, чтобы его сохранить, потому что любая ложь, рано или поздно, раскроется, особенно если человек нацелен на то, чтобы докопаться до правды. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.